В этом занятии мы рассмотрим управление курсами и категориями. Мы научимся создавать категории, редактировать их, а также добавлять новые курсы. Это право есть только у авторизованного администратора сайта. Напомню, эти права должны быть у вас в соответствии с распоряжением руководителя. Это особые права. Уже логин подготовлен. Выбираю готовый в памяти сохраненный пароль и быстренько авторизуюсь. То же самое, естественно, можете делать и вы. И после авторизации на главной странице, а также на страницах курсов, есть вот такая кнопка управления курсами и категориями. Категории. Напомню, что все курсы могут группироваться по категориям. Вот сейчас эти категории представлены. Школа эффективности, родители, дети, учителя, подготовка, КЕГЭ. Кроме того, эти категории могут включать вложенные подкатегории. И вы можете создавать сложную иерархию этих категорий. Для чего они нужны? Для удобства. Чтобы все курсы были сгруппированы. Вот так как здесь меню есть, дети, родители, педагоги и вложенные какие-то еще подкатегории можно здесь создавать. Рассмотрим создание новой категории. Допустим, вы хотите создать категорию под названием «Разная». Ее сейчас нет. «Разная» где что-то разное обсуждается обо всем. Нужно продублировать название категории. Здесь можно ничего не писать, но лучше написать обсуждение разных вопросов. Вот так. Достаточно. Тут можно и картинку создать. И вот прежде чем нажать на «Создать категорию», обратите внимание, где эта категория будет создана. Не в школе эффективности, не где-то еще, а в верхнем уровне. Вот это вот, обратите внимание, куда вы эту категорию разместите. Если в школу эффективности, то в ней будет такая подкатегория «Разная». Допустим, мы хотим на верхнем и создаем категорию. Все категория создана. Если сейчас мы зайдем на любую страницу с категориями, вот эти категории, то мы увидим, вот она, новая категория «Разная». Если ее открыть, то там ничего не будет. Однако администратор сайта видит кнопочку «Добавить курс». Он может его прямо здесь добавить. Или может добавить, вот он открыл «Разное», сейчас у него курсов 0. Может создать новый курс здесь. Давайте создадим новый курс и назовем его «Обсуждение разных вопросов». Я не знаю каких, разных. Это у нас для примера разных вопросов. Здесь в описании вы можете добавить то, что вы считаете нужным. И для того, чтобы этот курс был симпатичным, вот сюда необходимо или желательно разместить какую-то картиночку, какую-то смысловую картиночку, причем определенного размера. У меня сейчас такой картиночки заранее подготовленной нет. Но вот я когда-то готовил. Вот уже у меня шаблончики таких картиночек есть. Вот, допустим, я хочу вот эту картиночку выбрать. Вот такую. Вот она загрузилась методом drag-and-drop. И хочу, чтобы здесь было не обучение, а именно обсуждение. И формат курса был не по темам, а из одного форума. Чтобы здесь был только форум, только обсуждение. Тут же предлагается настройка. Количество дискуссий по умолчанию будет по 10 делиться. Вы можете это число исправить. Внешний вид или оформление. Точнее, внешний вид. Журналы оценок не надо. Отчеты о деятельности не надо. Это дни оценки. А вот в курсе, где идет обучение, там можно оценки оставлять. Отслеживание выполнений. Да, нет. Кстати, обратите внимание, что везде вот такая справочка есть. Пока это мы не используем. А вот переименование ролей. Обратите внимание, по умолчанию учитель. Здесь мы назовем его модератор. По умолчанию слушатель. Мы назовем его участник дискуссии. Или участник обсуждения. Все. И теперь сохранить и показать. Ура! Мы создали первый курс. Наш первый курс. Обратите внимание, что картиночка здесь сама нарисовалась. Из той, которую выбрали. Вот эта вот шапочка. С названием нашего курса. Moodle спрашивает, кто здесь участники. Давайте сразу решим, кто будет записан в качестве участника. Дема Ивановна у нас будет в качестве участника обсуждения. Это ручной метод. Мы методы записи рассмотрим чуть позже. А пока мы остановимся на том, что мы создали курс. С вотом обсуждения разных вопросов. И в нем нет ни тем, ничего, а сразу обсуждения. Потому что мы выбрали формат обсуждения. Если мы теперь откроем нашу категорию разные и обновим страницу. То мы увидим, что появился новый курс с этой картинкой. С этим названием. Сколько там зачислено человек. Я там одного зачистил. Описание этого курса. Ссылочка. Зайти в курс. Вот это вы должны знать. Он появился в своей категории разные. Мы и категорию сейчас создали. И создали курс. Как наполнять курс. Как записывать туда обучаемых. И как вести управление обучения в курсе. Мы рассмотрим с вами в следующий раз.